Девушки отдыхают Не получилось, они видели, что мне неприятно И как к тебе отнеслись в этом доме? Хорошо У Семена Кузьмича, оказывается, есть фото Андрея Он вырезал из газеты и поставил в рамочку А Дмитрий хранит мою фотографию 20-летней давности И, кстати, он сделал мне предложение Так когда же свадьба? Когда? Никогда Что, отказала? Нет Но я обязательно откажу, он мне не достоин и не заслуживает доверия Не бери Я не хочу ни с кем разговаривать Слава Богу Да Мамулька Я ответил на звонок, думал о меня Это Дмитрий Семенович Ворошилов Возьмешь трубку? Да Алло Алло, Наташ, привет Слушай, я... В общем, я извиниться звоню, правда Я не должен был так с тобой разговаривать Допрос тебе очень от, извини, ладно? Вообще, я тебе очень благодарен За все благодарен, за отца особенно Он просто духом воспрял Я рада Как он себя чувствует Ну, после того, как ты пришла лучше Да куда там лучше, просто гораздо лучше Он еще утром у него, он депрессия была Ходил весь злой А теперь ничего Улыбается даже Спасибо тебе, что пришла За все тебе спасибо, Наташа Да не за что Папочка, я пришла пожелать тебе спокойной ночи Папа, ты слишком много внимания уделяешь сыну Это и Наташа Бондарчук Так нельзя Это не только сын Наташи Бондарчук Это еще и мой внук Нет Он нам никто Между прочим, дорогая Ты сегодня пропустила очень много У нас был гость Вернее, гость Да-да, Наташа приходила Мама, я не хочу, чтобы ты выходила за него замуж Андрей, я не собираюсь выходить замуж за Дмитрия и вообще за кого бы то ни было Да? Тогда зачем вы с ним встречаетесь, а? Конечно, он теперь с гордостью может показать тебя всему миру А где он был, когда ты была простой уборщицей, а? Он тогда тоже был простым студентом Он был папенькиным сынком, таким и остался И вообще, когда он тебя бросил, Максим стал заботиться о тебе Именно его я считаю своим отцом И другого отца мне не надо Андрюш, я объясню Я пытаюсь его просто поддержать Татьяне непросто Но у меня в мыслях даже не было выходить за него замуж Семен Кузьмич очень болен Ему плохо А лежать его не бьют Откуда ты знаешь, что ему плохо? Видела Ты ходила к нему? Нет Просто я знаю, как это бывает Я же врач А ты что так рано? Знаешь, я уже месяц на свободе А зэковская привычка вставать по расписанию осталась Ну, как спалось? О, прекрасно Давно забытое ощущение вставать, когда захотелось А не от крика Отрядницы или возне этих куриц соседок Ой, мне на зоне это только снилось Кажется, сейчас открой глаза и все куда-то исчезнет Не исчезнет Теперь мы с тобой жить должны так, чтобы обратно на зону не попасть Сначала мы должны привести себя в порядок Чтобы о зоне не осталось ни воспоминания А потом мы найдем себе хлебное незатейливое занятие И еще Мы вернем себе все, что на сотни лет О, Максим Леонидович Вы чего так рано? Доброе утро Да я не ходил никуда Здесь ночевал Ну, слава богу, ночь прошла спокойно, без происшествий Ага Как вчерашний ДТПшник? Стабильный, я вот только что отнял Когда оформляться, думаете? На работу, так я уже в отдел кадров документы отпился Угощайтесь Спасибо, я позже Я вот хотел спросить у вас, Максим Леонидович А вы чего ушли из института красоты, а? Я Александр Владимирович По настоящей работе соскучился Карина, что это? Откуда? Только что курьер принес Наверное, от кого-то из благодарных пациентов Куда? Кладешина Привет, Наташа Привет Тебе понравились цветы? Я просто хотел тебя очень порадовать Послушай Я очень хочу, чтобы ты меня простил, Наташа Дим, я тебе еще вчера все сказала Что еще нужно, чтобы ты понял? Если ты сможешь меня простить У меня снова появится У нас У нас снова появится шанс, понимаешь Мы сможем снова жить вместе Дружной, крепкой семьей Я тебе обещаю Я все сделаю для того, чтобы ты меня простила Правда Ты больше не будешь страдать из меня Ну конечно, конечно не буду Потому что возможности причинить мне страдания Я просто тебе не дам И Дим, я тебя настоятельно прошу Прекрати меня преследовать Давай на этом закончим Послушай, стой, стой, стой Дай мне минуту Секунду, секунду Подожди, секунду Подожди Дай мне минуту Послушай, не сжигай ты мосты Это всегда можно успеть сделать Давай мы обсудим все после операции, хорошо? Сейчас его обследуют После этого будет известно Готов он к операции или нет Хорошо Результаты вашего обследования обнадеживают Я назначил операцию на послезавтра на 12.00 Так скоро? Не вижу никакого смысла тянуть Более того, я предлагаю вам Прямо сейчас отправиться в палат В палату? Прямо сейчас? Зачем? Да, вас начнут готовить к операции Лишние передвижения вам сейчас ни к чему Нет, эти два дня перед операцией Я хотел бы провести дом Вы... Более того, я настаиваю на этом Вы не волнуйтесь, все будет в порядке Вы можете мне это гарантировать? Ну, конечно, за мной прекрасно ухаживает жена Ну, что... Все будет хорошо А домой меня сын отвезет Папа сейчас у Тимофеева Я надеюсь, с обследованием все нормально будет Я посоветоваться с тобой хотел, Сань По поводу операции? Нет Мне в жизни нужны только два человека, Сань Наташа и Андрей Я не знаю, что мне делать Что значит что? Должен вернуть их Я пытаюсь Я пытаюсь Безуспешно все Значит, пробуй еще раз Дима Я уверен, что если ты будешь настойчив И искренен То Наташа станет твоей женой Наташа изменилась, Санек Она уже не та девчонка, которую я знал Ну, знаешь, все мы уже не те Надо действовать И согласитесь, проценты очень и очень божески Все формальности я беру на себя С вас остается одно Только принять решение Хорошо Я согласна Да, Наташа Максим Леонидович Я звоню сообщить о том Что сделка по покупке оборудования Для мобильной диагностики состоялась Поздравляю вас, Наталья Ивановна Спасибо, Максим Леонидович У меня грандиозные планы Я хочу собрать всех неравнодушных врачей нашего города Вы же меня поддержите? Как врач, да Если у меня будет время А как друг? Теперь у вас есть Дмитрий И мне не хочется быть третьим лишним Дима наставят на свадьбе Но Андрей против А ты? Андрей ненавидит Диму А тебя любит? Я всегда считал Андрея своим сыном И хотел его усыновить Ладно, Наташа, извини Мне сейчас некогда Пока Ты что мне теперь? Каждый раз мягкие игрушки будешь дарить, да? Ну, у твоего медведя должна быть пара А, значит пара медведю это обезьяна, да? Зато ему не будет одинок Ты знаешь Ты знаешь, что ты у меня самая-самая-самая красивая А ты у меня самая умная, умная и добрая Скажи, а мы Мы будем встречаться? Мы и так встречаемся Ты согласна стать моей невестой? Да Рита, этот кого? Курьер принес Курьер? Угу Мне кажется, я знаю, от кого этот букет Ну что, красивые цветы? Рит, принеси это, пожалуйста, куда-нибудь или выбрось Я не хочу, чтобы ты Андрей видел Я заберу их себе Спасибо Алло, Дим Теперь к тебе каждый день и в офис И домой тоже будут приносить по корзине цветов Дим Моему сыну не нравится, что ты пытаешься за мной ухаживать Поэтому я прошу прекратить все это Я не хочу с Андреем ссориться Я просто не ожидал, что такой скромный знак внимания вызовет такую реакцию Ты же знаешь, Наташа, что мне жаль, что он не хочет со мной общаться И мне жаль, что он с отцом не увидится перед операцией А твоему отцу назначили дату операции? Да, назначили Сынок, я должна тебе кое-что сказать Вот Вот с этого надо было начинать Слушаем Твой дедушка хочет, чтобы ты навестил его перед операцией Мама, ну пожалуйста, я не желаю слушать об этом И вообще я никуда не поеду Андрюш, так может случиться, что Семен Кузьмич не переживет эту операцию Это не наши проблемы Когда ты был маленький Дима хотел забрать тебя у меня Он тебя украл Да, я помню Так Семен Кузьмич, именно Семен Кузьмич настоял, чтобы тебя мне вернули И если бы не он, я не знаю, как бы повернулась бы эта история Ладно, мам, я поеду Теперь можно поесть? Конечно, спасибо Папа Ай У меня для тебя сюрприз Сюрприз? Здравствуйте Здравствуйте Вот уж действительно сюрприз, так сюрприз Спасибо, что пришли Спасибо Андрей Ты можешь подойти ко мне поближе и присядь вот сюда Наташа, а может быть все-таки кофе, чаю? Нет, нет, спасибо, мы ненадолго Как вы себя чувствуете, Семен Кузьмич? Теперь уже гораздо лучше, честное слово Какой ты стал взрослый Я ведь тебя уже видел Видел дважды в жизни Ты помнишь? Помню Помнит Первый раз, когда вы вручали мне медаль Да А второй раз, когда Дмитрий Семенович обманом Увез меня, а вы вернули меня маме Я тебя прошу Давай мы сейчас не будем вспоминать плохое Я очень рад принимать тебя в своем доме Вас Дедуня Вот Тотя Здрасте Познакомься, пожалуйста Это мой внук, Андрей А это его мама, Наталья Бондарчук Я не знала, что у тебя внук есть Это сын твоего дяди Дяди Дмитрия Простите, пора идти Андрей, побудь еще немного, у тебя же есть время Это мне пора, тебя меня Валентина Степановна ждет Леночка Да Наташа, Дима Простите, ради бога, вы не могли бы Оставить нас с Андреем вдвоем Мне хочется с ним поговорить наедине Да, да, конечно Спасибо Вы извините, пожалуйста Да Присядь, присядь, Андрей Теперь мне будет гораздо легче адаптироваться к новым условиям Еще бы, с такой-то машиной Да Ну ты знаешь, твой конь тоже неплох Он прекрасен Ну что, навестим старых друзей? Нет, не будем спешить Нам нужно как следует подготовиться Знаешь, подруга, месть это блюдо, которое нужно подготовить Давать холодным Ну и кому ты собралась мстить? А знаешь, никому Поехали Узнаешь? Да Это фото из газеты Да Я попросил Лену Она вырезала, вставила рамку Нет, ты всегда здесь У меня Рядом со мной Я очень горжусь твоими успехами Спасибо Ты так молод Талантлив Добьешься больших успехов И у тебя впереди такая Длинная, интересная, длинная, интересная жизнь Да Моя мать сделала мою жизнь именно такой Мне очень жаль, что мой сын не смог принимать участие в твоем воспитании Очень жаль Я не вижу смысла Семен Кузьмич Тем более сейчас, когда я вырос А ты можешь называть меня делом? Нет Мне это будет очень сложно Да я и не хочу Да Я был несправедлив Конечно, несправедлив по отношению к твоей матери Я запретил своему сыну жениться на ней Тебя признаю, это была моя ошибка Простите мне мою резкость Но вы просто оправдываете Дмитрия Семеновича Оправдывайте его малодушие А как бы ты поступил на его месте? Я? Я бы женился на любимой девушке Я бы воспитывал ребенка Я бы никогда и ни за что их не бросил Он именно так и хотел поступить Ты знаешь Я думаю, твоя мама когда-нибудь простит Конечно И его, и меня Моя мама добрая А ты? Я тоже не злой, но Я не могу изображать восторг Когда я вас вижу Поймите Вы для меня Чужой человек Позвать кого-то? Нет, нет, нет Не надо Это сейчас пройдет У меня завтра Операция Я желаю вам Скорейшего выздоровления И прошу понять меня Я никогда не буду любить Ни вас, ни вашего сына Я буду любить только тех Кто был со мной С самого рождения И кто был со мной рядом Спасибо До свидания Прости Прости меня Прости Я здесь буду до тех пор Пока отец не вызовет А потом вернешься в Америку? Это зависит от тебя Дима, я прошу Будь тебе честным Со мной Ответь на один вопрос Тебя разве в Америке Женщина не ждет? Ждет Но она совсем не похожа на тебя Вот как? Да, она очень практичная И совсем лишена романтики А эта женщина любит тебя? Да А ты эту женщину? Одно твое даю Я никуда не поеду А если одно нет? Тогда я уеду Если тебя не интересует моя любовь Я женюсь на другой Ты хотела правду Я не могу жить один В другой стране Знаешь, День Я не верю в твою любовь Почему? Потому что тебе все равно На ком жениться Наташа Я умоляю тебя Выходи за меня Я тебя никогда не оставлю Нет, Дим Замуж я за тебя не пойду Ты? Я еще маму думал Она здесь Она, наверное, в столовой С дядей Димой Хочешь, я тебя проведу? Не надо, я сам Подожди, Андрей Слушай, я не знаю Как тебе это объяснить Я ничего не знала Ну, теперь ты все знаешь Мы не можем больше встречаться Ты, наверное, думаешь, что мы с тобой брат и сестра Но это не так Моя мама, она приемная дедушкина дочь И мы с тобой некровные родственники Не в этом дело А в чем? В том, что ты Ворошилова Ну, я в этом не виновата А за что ты так ненавидишь Ворошилова? Потому что они причинили нам слишком много боли Ворошиловы причины всех несчастья в нашей семье И даже если с неба упадут камни Я и пальцем не пошевелю, чтобы помочь вам Понятно? Я ничего не знала Мне пора домой Андрей, я ничего не знала Уезжай, Дима, в Америку Женись на этой женщине У нее наверняка не было такого прошлого Нет незаконно рожденного сына И она, наверное, никогда не работала уборщицей Наташ, я люблю тебя Я не хочу жениться ни на ком, кроме тебя Мама, нам пора Отца завтра оперируют? Зайдете? Нет Вы просили привезти сына Я выполнила вашу просьбу Что, вот так уйдешь? Да, вот так уйду И жизнь из моей тоже? Андрей, нам пора Я не могу поверить, что ничего не значат для вас Дмитрий Семенович, вы сами выбрали этот путь И прошу запомнить, что мы у вас не нуждаемся Ну, так как съездили? Нормально Андрей, что-то долго не звонил А Дмитрий что? Да все замуж зовет Ну, а ты? А я отказала Почему? Потому что у него есть другая женщина Слушай, а вот сколько я себя помню У него всю жизнь была другая женщина По-моему, это уже не имеет никакого значения Знаешь, с тех пор, как мы расстались Я все время одна А он нет Наташа Чтобы быть счастливой Надо забыть о прошлом Я когда о сыне думаю Когда я его вижу Когда работаю Когда людям добро делаю Вот тогда я действительно счастлива Да Дядя, как же так произошло? Я совсем не знала, что у вас, оказывается, есть сын Да Да, у меня есть сын Но это грустная история Ну, почему грустная? Когда я еще был студентом Я влюбился У нас родился сын Я жениться на ней не хотел Но семья была категорически против Я струсил Наташа мне этого не простила Сын вырос И теперь не хочет признавать меня своим отцом Вот поэтому грустная история Да Действительно Но Андрей, он замечательный Я никогда не встречала таких парней, как он А ты что, его знаешь? Да, мы недавно познакомились Но теперь он со мной не хочет дружить Глупо получается Глупо Так, может, он уже подумал И решение свое поменял, а? Думаете, такое возможно? Да, конечно, возможно Все возможно Ты позвони и узнай Позвонить? А? Сейчас Сейчас Ответишь? Я... Максим, когда Шел тот дом Я ожидал всего чего угодно Но только не этого Мне и в страшном сне не могло присниться, что Моя любимая девушка Племянница моего отца Но она же не родная ему Ну, я имею в виду, не по крови Да какая разница Она ворошила Лена Да? Прости меня За что? За все Я хочу, чтобы ты знала Я люблю тебя Я знаю Я тебя тоже очень-очень люблю Позаботься о моих внуках, если что Конечно Мы вдвоем о них позаботимся Пап, не волнуйся Я рядом Все будет хорошо, пап Семен Кузьмич Отпускайте жену Я вас жду Девочки в операционную Ворошилов со мной Елена Сергеевна Елена Сергеевна Да Успокойтесь Да Все будет хорошо Все будет хорошо Алло Алло, Андрей Это Катя Нам нужно с тобой поговорить Мы можем встретиться Катя, я не могу Почему? Не могу и все У меня много дел Андрей, пожалуйста Я прошу тебя Где и когда мы можем встретиться Нигде и никогда Я не хочу больше тебя видеть Ну что? Все будет хорошо Операция прошла успешно С чем я вас всех поздравляю Все самое сложное уже позади Теперь нам предстоит реабилитация Слава Богу Слава Богу Все будет хорошо Спасибо Отца завтра Оперирует? Зайдете? Нет Вы просили привезти сына Я выполнила вашу просьбу Что, вот так уйдешь? Да, вот так уйдешь И жизнь из моей тоже Да-да Привет Привет Вот, зашел тебя навестить Не против? Проходи, присаживайся Спасибо Слышал? Ты нанесла визит Семье своего будущего мужа? Мы с Андреем навещали Семена Кузьмича Ну и как? Вошла в дом победительницы? Когда свадьба? Никогда Ты все еще любишь его? Когда-то любила очень Теперь и нет Ты сейчас это искренне говоришь? Я всегда была с тобой искренней И ты это знаешь Тогда почему ты не замечаешь вокруг других мужчин? Ты знаешь Прозвучит, наверное, громко Я больше не верю в любовь Правда, громко Если Тимофеев сказал, что можно выписывать Значит, так оно и есть Ну да Могу спокойно в Штаты ехать Ты собираешься возвращаться? Ну, всем Кузьмичу расстроиться Ему нельзя волноваться Что поделаешь Меня здесь ничего не держит Дима, ну тогда лучше ему ничего не говорить Пусть смирится с тем фактом, что ты уехал И все Может, так будет лучше Как с Наташей? С Наташей ничего не получилось Поэтому я возвращаюсь к своей американской подруге Какой зовут? Надя Она похожа на Наташу? Нет Полная противоположность Но что самое главное Как говорит Лариса Она женщина нашего круга А вот здесь мы с ним гуляли по парку И он мне говорил, что я красивая И целовал меня Похоже на сегодня вечер воспоминаний Да, похоже А сейчас как у вас? А сейчас никак Я ему звоню, он не берет трубку Может, занял? Нет Он меня избегает И делает это абсолютно сознательно Ну, я не вижу большой проблем у подруга Ты же в него не влюблена, правда? Влюблена Очень Привет Привет У нас гости Да я, в общем, попрощаться пришел Уезжаю О как Ну что? Счастливого пути А ты на тренировку? Да Тороплюсь Слушай, погоди, погоди, погоди Давай, удачи тебе Мам, Дмитрий Семенович уезжает Я с ним попрощаюсь, чтобы ты не считала меня невоспитанным Прости ему эту резкость Да нет, я понимаю Он не может любить отца, которого не было Да Семью у нас с тобой не получилось ни тогда, ни сейчас Что поделаешь Да, что поделаешь Я поеду Я поеду Всего тебе хорошего с твоей избранницей Прощай, Наташа Здравствуйте, а вот и я Боже мой, уже заждались Заждались Привет, моя дорогая Здравствуйте, дочечка Здравствуйте, Наталья Ивановна Здравствуйте Какой молодчинка Ну, как всегда Принесла полную сумку Зачем? Мы все за фигурами следим У нас девичник Мужчин не будет А Боря зайдет Боря? А вот он все и съест А что, Максим Леонидович к нам не присоединится? А он занят Он хоть бы зашел ненадолго Я, конечно, могу пойти пригласить Но я думаю, что это бесполезно Я приглашу А вы тут давайте, давайте Да, да, сейчас Да, да Максим Леонидович, извините, пожалуйста Я на минуточку Ну, пойдемте к нам Ну, хоть на полчасика Чай попьем с тортом, а? Анна Петровна, чай на ночь вредно Впрочем, как и торт Я же говорю, я занят Кровавая резня Напалмбич Понятно Я представляю, какое значение может иметь Прочтение данной книги Для написания статьи В медицинский журнал Как вам не стыдно, Максим Леонидович? Как ты себя чувствуешь? Хорошо Ты знаешь, такое ощущение Будто бы и не было никакой операции Это хорошо Можно я тебя обниму? Что? Обниму Ну, конечно Ну, все, ладно Ложись спать, спи Спокойной ночи Ну, вот и мы Папочка, с выздоровлением Ну, ладно Спасибо Ну, а теперь скажите мне Я единственный Кто не знал об отъезде Дмитрия? Сеня Чем жениться на нелюбимой женщине Как же Наташа? Наташа Уже окончательно дала ему отворот Этого не может быть Он встречался с ней Потом Сюда пришла она с внуком Папа, у тебя есть только внучка Нет, ты заблуждаешься У меня есть еще и внук Одно упоминание об этой женщине И об ее сыне Оскорбительно для нашей семьи Ты расскажи Тебе Дмитрий говорил о своей новой невесте? Нет Она красива Богата И достойная женщина Оля тоже была Достойная женщина Но Прости Однако Дмитрий Любит Наташу Мам Время глупых предрассудков Давно-давно прошло А тебя никто не спрашивал? Послушай, я уже выросла И имею право голоса в нашей семье Почему ты презираешь Андрея? В его жилах течет кровь в Ворошиловых Так как ты смеешь мне такое говорить? Это значит в его жилах течет кровь в Ворошиловых А в моих нет Это значит я приемная, а он родной Да? И никогда, ты слышишь? Никогда не вмешивайся в разговор взрослых А ты никогда не смей бить дочь Ясно тебе? Наталья Ивановна и Андрей заслуживают уважения Мама Знаешь что, Лариса Ты совершенно не умеешь познавать своих ошибок Очнись Простая девушка Наташа Бондарчук Тебя уже превзошла давно во всем Во всем, знай это! Да как ты смеешь? Смею Смею Да как вы вообще смеете все? Добрый день Здравствуйте Я бы хотела поговорить с Натальей Ивановной А ну... Проходите Катя? А зачем ты пришла? Хотя, чего я спрашиваю? Ворошиловы всегда отличались своей наглостью Я пришла не к тебе, я пришла к твоей маме Чем обязаны? Наталья Ивановна, здравствуйте Я бы хотела с вами поговорить о своей семье О своей семье? Да, скажите, почему вы ненавидите Ворошиловых И чем я перед вами провинилась? Вы ничем Тогда почему Андрей Не хочет быть моим другом? Ну, может быть, потому что у вас нет ничего общего Ничего общего, кроме дедушки? Так, я не понимаю, чего вы хотите Я просто хочу дружить с вами Хочу узнать вас лучше Неужели? Катя, нам не стоит дальше продолжать этот разговор Ни я, ни моя мама Не хотим возвращаться к прошлому Но я не прошлая, я настоящая Катя Я не выбираю Андрею друзей И не влияю на его выбор Всего вам хорошего Это значит, что мы не сможем быть вместе, да? Я не хочу сейчас об этом уговорить Дим! Здорово! Привет! Как долетел? Нормально долетел Здесь ты меня больше не оставишь так надолго Туда поедем? Домой поедем Садись ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь почти ничего не изменилось Да Присядем? Только официанты новые А администратор тот же Девушка Подойдите, пожалуйста А вы могли бы позвать администратора? Может быть, я могу вам помочь? Здравствуйте Что-нибудь случилось? Тань, ты можешь отьянить? Здравствуйте А вы меня не узнаете? Ирина Витальевна Здравствуйте Очень рад вас видеть Я могу чем-то вам помочь? Скажите А кто сейчас ваш новый хозяин? Лариса Семеновна Ворошилова В таком случае, подруга Предлагаю заказать самые дорогие блюда Все, Ларис Я не хочу больше разговаривать Саша Саша Неужели ты не видишь, что наши дочки никого не уважают? Нет, не вижу Да, она максималистка, но это свойство возраста Какого возраста? Саша, Катя еще ребенок А твое поведение Заслуживает наказания Пойдем поговорим Ну и скажи, почему ты ушла И никому ничего не сказала Я расскажу тебе Только если ты не скажешь об этом маме Я была у Натальи Ивановны Бондарчук Дома И она мне понравилась И я хотела бы с ней общаться Да Александр Владимирович Чего у вас? Да вот А вы чего домой не идете? Вторые сутки уже в больнице Да, видимо, как-то не тянет Да Поступила пациентка, ее сбила машина В каком у нас состоянии? Сейчас ее везут к вам в отделение Она просит, чтобы ее осмотрели именно вы, доктор Хорошо, я сейчас буду Ты? Музыка Субтитры создавал DimaTorzok